Продолжение следует... Итак, синий код как элемент безопасности. Хочу начать с четырех простых истин о опасности медицины. Ошибки в медицине неизбежны, потому что они оказываются людьми, и человеческий фактор у нас никто никогда не сможет исключить. Если мы не можем избежать ошибок, значит наша система управления должна быть спроектирована так, чтобы мы могли их избегать по максимуму. Ошибки не всегда являются символом нашей небрежности, халатности, какого-то некорректного отношения, безучастного отношения к пациенту. Но чаще всего в нашей культуре ошибки именно исправляются с помощью обвинений и наказаний, вместо того, чтобы найти проблему и улучшить саму систему. Ну и создание культуры безопасности, которая поддерживает открытость между участниками системы здравоохранения, это все-таки отправная точка в снижении количества медицинских ошибок в будущем. Какие бывают типы ошибок? Это неправильный или запоздалый диагноз, это ошибочная или преждевременная выписка пациента, это задержка начала лечения, это неправильная дозировка или некорректная препарата, это нарушение техники проведения процедур, как средним медицинским персоналам, так и, безусловно, врачебным, и неточная передача информации, нарушение коммуникации. Наиболее частые причины ошибок – это все-таки незнание, неведение или невежество, это может быть неопытность персонала, это может быть ошибочность суждений, когда мы считаем, что мы наверняка точно знаем какую-то манипуляцию, но на выходе получается, что все-таки не точно знаем. Это усталость персонала, это перегруженность большим количеством задач и большим количеством пациентов, это нарушение концентрации отвлечения, как следствие перегруженности, это некачественная коммуникация медсестер друг с другом, с младшим персоналом, с врачами, это отсутствие контроля и какие-то системные недостатки управления в какой-то конкретной организации. Нежелательные события, которые связаны с оказанием медицинской помощи, они бывают двух видов. Они могут быть предотвратимы и могут быть непредотвратимы. Как вы видите, они практически одинаковые и составляют 50%. То есть 50% мы можем исключить и предотвратить, а 50% к сожалению не в нашей с вами власти. Какие самые частые ошибки на первичном уровне? 24% это проблемы с коммуникацией, это сестринский уход, это пациенты, это наша коммуникация с докторами и докторов с нами. 20% это прекращение лечения. Здесь имеется в виду приверженность пациента лечению и наше участие в этой приверженности. Это лабораторные результаты, это ошибки в логистике, это ошибки в сроках анализов, ошибки в последующем наблюдении за этими результатами. Это потери или задержка данных, как лабораторных, так и инструментальных исследований. Это клинические ошибки, 8%. Это ошибки в назначении. И 8% это что-то другое, что привело все-таки к какому-то нежелательному событию. Но большинство нежелательных событий это латентные ошибки и это не конкретная ошибка конкретного исполнителя. Чаще всего это все-таки ошибка системы. Если определенная медицинская технология, какая-то технология включает в себя несколько манипуляций, то риск того, что медицинским работникам что-то будет упущено, значительно возрастает. Потому что только 5% медицинских ошибок, как показывает статистика, связаны с некомпетентностью или с небрежностью медработников. Основная причина ошибок – это ограниченность нашей с вами памяти. Человеку свойственно забывать одну из 100 рутинных манипуляций, и одна из 300 манипуляций, к сожалению, делается неправильно. Медицинские сестры в течение своего 8-часового рабочего дня выполняют до 100 манипуляций, каждая из которых занимает около 3 минут, и при этом они вынуждены ежечасно прерываться, получая какое-то новое поручение от старшей медсестры, от главной, от врача и так далее. А хирургическим сестрам приходится держать в памяти до 20% заданий в течение 70% рабочего времени. Что же такое безопасность? Безопасность – это отсутствие предотвратимых ошибок в процессе оказания медицинской помощи, снижение вообще риска возникновения каких-либо неблагоприятных ситуаций до приемлемого минимума. Приемлемый минимум Роскачество дает определение, что это консенсус всех заинтересованных сторон с учетом имеющихся текущих знаний персонала, доступных ресурсов и условий, в которых оказывается медицинская помощь, с учетом риска отсутствия лечения или другого лечения. И каждый этап, каждая манипуляция, каждое вмешательство в процессе оказания помощи, конечно, имеет определенную степень риска. Что такое код BLUE, код RED? Коды разные. Это коды неотложной помощи больницы. Это закодированные сообщения, которые, как правило, передаются через систему громкой связи для оповещения персонала о различных чрезвычайных ситуациях. Использование кода предназначено для передачи важной информации с минимальным недоразумением для персонала и предотвращения стресса и паники среди посетителей. Поэтому они называются у нас голубой код, в каких-то клиниках синий код. Синий код используется для обозначения пациента, который нуждается в реанимации или в немедленной медицинской помощи. Чаще всего помощь нужна в результате остановки дыхания или остановки сердца. У нас существует алгоритм действия работников. Он так и называется. Синий код. В котором четко прописано все, что может делать сотрудник, кто может это делать и что он должен делать. При приеме на работу мы обязательно сотрудников с этим алгоритмом знакомим. Далее мы не менее чем раз в квартал эти знания обновляем на нашем внутреннем обучении. Если какая-то случается ситуация, когда службы сработали некорректно, соответственно мы проводим внеплановую тренировку, внеплановое обучение. Объявить синий код у нас может любой сотрудник клиники по телефону. Как он должен этот телефон узнать? Помнить, носить бумажку. У нас есть синий код у всех на рабочем компьютере. Вы видите на слайде внизу рабочего экрана у нас есть синий код, телефон дежурного врача-терапевта и телефон дежурного врача-анестезиолога-реаниматолога. У нас есть синий код на обороте бейджика, потому что можно забыть, забыть как вызвать подекту по внутреннему номеру, вообще забыть где-то табличка. Поэтому мы переворачиваем свой бейдж и там обязательно есть такая самоклеющаяся наклейка синий код. Старшие сестры обязательно выдают новеньким сотрудникам и периодически проверяют у стареньких, потому что бейджики бывают, забывают персонал, теряют, то есть это обязательно атрибут. У нас есть везде в коридорах наклейки синий код, где есть внутренние номера и где есть номера сотовые. Это коридоры клиник, это обязательно ресепшн везде, где есть скопление пациентов и персонала, потому что синий код может случиться и с кем-то из персонала. У нас клиника пятиэтажная, на всех этажах у нас есть стойки реанимационные со значком указания, что там есть дефибриллятор, там везде есть автоматический наружный дефибриллятор, реанимационная стойка. Что на ней написано? На ней есть инструкция, краткая, как включить АНД. И на самом дефибрилляторе вы тоже видите, что есть телефоны внутренние и сотовые дежурного терапевта или врача-реаниматолога. Внутри дефибриллятора у нас есть ключ, который переключает его на детский режим. Кроме того, у нас есть порядок оказания экстренной медицинской помощи пациенту на территории отделения при признаках остановки кровообращения, положено на этих стойках под гибким стеклом. И также есть показатели, когда нам нужно вызвать врача по ЦИТам. Естественно, весь медперсонал расположения стоек знает, это входит в обязательный первичный инструктаж на рабочем месте. Мы всех проводим, всем показываем, рассказываем, объясняем. Ну и что хотела сказать. Единственным величайшим препятствием для предотвращения ошибок в медицине является то, что мы наказываем людей за ошибки. Вот все, что хотела рассказать. Спасибо. 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 Спасибо.